Друзья, всем привет! Вот оно, свершилось! Компания Xiaomi официально выкатила список аппаратов, а также сроки, в которые стоит ожидать новую HyperOS 2 для глобального рынка. Ну и давайте разбираться, что же интересного тут нам приготовили. Так что заваривайте себе чайок, и мы с вами начинаем. Теперь же не придется смотреть во всякие приложения-чекеры на получение обновлений. Ибо если посмотреть в одно из самых таких популярных приложений, то светится, что Poco M5 получит HyperOS 2, хотя в официальном списке его нет. Сам же список можете найти в нашем телеграм-канале, где подробно также я расписал все аппараты. Важно понимать, что разработчики не дали 100% гарантии того, что в указанный период стоит ожидать прошивку. То есть, если для первой волны указали, что выйдет обновление в ноябре, что-то может пойти не по плану, и релиз могут перенести. Но, как говорится, поживем и увидим. На сегодня известно, что HyperOS 2 будет поделена на две волны. В первую же войдут многие актуальные линейки. Конечно же, это полностью линейка Xiaomi 14 и ее Т-серия, но и в целом это неудивительно. Также одни из первых получат новую прошивку и владельцы линейки Redmi Note 13 и всей ее версии, которые только есть. Пока писал новость в телеграм-канал, чуть не запутался во всем этом зоопарке, но тоже такое. Как я и сказал ранее, в этом видео в данном списке нашлось место и смартфоном Poco. Ну и в целом наличие в первой волне неудивительно для такого аппарата, как Poco F6 Pro, но странно отсутствие F6. И с большим удивлением я встретил тут появление X6 Pro и M6 Pro, но это Xiaomi, тут возможно всякое. Ну и в первую волну еще также вошел планшет Xiaomi Pad S12.4 и Smart Band 9 Pro. Что же теперь по второй волне? Тут в целом без сюрпризов, но владельцы линейки 11T расстроятся. Увы, но их тут нет на получение новой оболочки. Так же, как и не получат новое обновление Xiaomi 12X и Xiaomi 12 Lite, что также очень обидно. По всем остальным аппаратам тут ничего необычного. В полном сборе линейка Xiaomi 13, Xiaomi 12 и линейка Redmi Note 12 со всем преданным. Как вы также заметили, тут нет линейки Redmi Note 11. Но оно и неудивительно, ведь тот же Redmi Note 11 прекращает свою поддержку уже в январе 2025 года. Так что владельцам данной линейки уже сейчас стоит задуматься о переходе на кастомные прошивки, если допустим не устраивает сток. И так же еще в декабре должны получить обновление до HyperOS 2 все существующие планшеты на глобальном рынке. Так же вы еще можете задаться вопросом, а с какой версией Android придет новая прошивка? Тут особо гадать не нужно, а дождаться новое обновление и не доверять всяким приложениям и фан-сайтам по гаданию на кофейной гуще. В любом случае, лед тронулся и уже скоро узнаем, что же разработчики предложат глобальному рынку. Ведь как мы знаем, они любят урезать глобал прошивку по сравнению с китайской. Как только само обновление придет на мой Xiaomi 14 и оно станет доступно, ждите море контента на эту тематику. А чтобы не пропускать новости и видео, не забудьте подписаться на этот YouTube канал, прожать колокольчик и подписаться на наш Telegram канал. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.